Друзья, всем привет! На моем канале уже выходило видео, как россиянин покупал автомобиль в Белоруссии. Но всем было интересно продолжение, потому что мы затронули весь перечень документов, которые нужно было. Но все-таки в том видео мы не показали, как он поставил его на учет в Российской Федерации. В этом видео, это будет, скажем так, финал, покажем, полностью разберем. И непосредственно Кирилл, это мой подписчик, который приобретал автомобиль, он сам гражданин Российской Федерации. Он сам все расскажет, покажет, как ставил автомобиль на учет, какие были трудности. Кстати, также у него есть сайт, он сделал сайт, если кому-то интересно, ну это актуально для граждан РФ, Кому интересно, как вообще приобрести автомобиль в Белоруссии и пошагово привезти его в РФ, пригнать, поставить его на учет, получить ПТС, все подводные камни. Вот можете перейти, ссылочку на его сайт я оставлю под видео в описании. Погнали смотреть видео. Друзья, решил купить новый аккумулятор, так как старый практически не рабочий. По отзывам в интернете узнал о компании Римбат Маркет. Подъехал, мне подобрали новый аккумулятор бренда Альфа, а старый я сдал в зачет, вышло прилично дешевле. Еще в Римбат вам могут проверить ваш старый аккумулятор, оформить бесплатную доставку, установить новый. Рекомендую магазин Римбат Маркет, проверено лично мной. Ссылочки на ребят я оставлю под видео в описании и в закрепленном комментарии. Всем привет, Кирилл Ибрагимов на связи. И вот я в очередной раз съездил на таможню, случилось наконец-то учудо, и я получил вот такую вот штуковину, которая называется ордер на то, что я оплатил утилизационный сбор. Вот, значит, получение ордера заняло у меня минут, наверное, 10, и большую часть этого времени ушло на то, чтобы я выписал пропуск для того, чтобы зайти в кабинет. Вот, ну и в кабинете, в принципе, меня встретил таможенник, сказал, что вот все готово, проверяйте, чтобы паспортные данные соответствовали, проверяйте, чтобы данные на машину соответствовали. После того, как я это все проверил, подписал документ, и на этом пожал он мне руку и отправил меня в Освояси. Значит, что я хочу сказать. Пока вот суть до дела, вот эта вся история, ну, там, длилась, у меня закончилась грин-карта. И мне сейчас придется еще раз продлевать грин-карту для того, чтобы поехать на, этот, в ГИБДД и там поставить машину на учет. То есть, добавилось приключение с продлением срока грин-карты. Вот, чтобы у вас таких приключений не возникало, обязательно делайте грин-карту, ну, на месяц или даже чуть больше, на полтора. Вот. И еще один, одна рекомендация, это вежливо относиться к сотрудникам таможни. Потому что, вот, у кого-то я слышал, что этот ордер выписывают за 20-30 минут, да, и в первый же день приехал, и тебе тем же днем выписали этот ордер. У кого-то, как у меня, это заняло, ну, порядка двух недель. Кому-то и вообще все 30 рабочих дней может это дело прилететь. Почему? Потому что, вот, в, допустим, при постановке машины на учет ГИБДД, у них все очень четко, регламентировано, эта операция делалась часто, и поэтому, ну, здесь нет никаких, ну, подвохов и каких-то там дополнительных историй, да. То есть, вот есть закон, есть там буква закон, и вот по закону положено это сделать быстро. На таможне тоже 30 рабочих дней полагается на то, чтобы выписать вот эту вот историю, да, вот эту вот штуку. И поэтому не спорьте с сотрудниками таможни, не портите с ними отношения и постарайтесь, ну, как-то вот с уважением к ним относиться, чтобы просто эта вся история не затягивалась. Сегодня замечательный день, сегодня 26 ноября, 7 часов утра, и я вот собираюсь выезжать в ГАИ, наконец-то я собираюсь выезжать в ГИБДД, вроде бы весь пакет документов собран, все вроде бы как собрано, ну, и вроде как можно выезжать. Единственный момент, что я вчера завтыкал с поездкой за, ну, и оформлением вот этой страховки, ордер получил быстро, а вот со страховкой я вот повозился. И, в общем, сегодня придется малость подзадержаться. И, значит, вчера из-за того, что я завтыкал, я через госуслуги не смог на сегодняшний день оформиться на ГИБДД. Но есть же такая услуга, как по живой очереди, и сегодня я попытаюсь по живой очереди пробиться в ГИБДД. В общем, посмотрим, что из этого получится. Если сегодня не получится, то 30-го числа, во вторник, у меня уже есть время, у меня уже заполнено электронное заявление. В общем, посмотрим, что быстрее. Значит, пешком без записи предварительной или все-таки 30-го числа по электронной записи. В общем, я приехал в ГИБДД, думал, что вот здесь вот стоит очередь, если видно, вот там. И я такой думаю, ну, все, тут надо, видимо, записываться, тут куча народу, и, в общем, я попал. Думаю, ладно, подойду, спрошу, что за очередь, зачем стоят. Оказывается, это ребята сдают экзамены на права, вот, у них там своя запись и своя история. Вот, а я, в принципе, забежал в, ну, быстро в здание, очень мне любезно все ответили, подсказали, взяли мои документы, подошли со мной к терминалу, записали. И, в общем, в 9.40 у меня назначено время, я должен подъехать. Ну, а что из этого получится, ну, посмотрим через пару часов. Ну, что, значит, я подал заявление в ГИБДД на регистрацию, все прошло нормально, единственное, что девушка, увидев всю вот эту вот историю, счет-справку, значит, ДКП белорусский, белорусскую ПТС-ку сказала, господи, за что, почему вот это все достается именно мне. Ну, в целом никаких там проблем не возникло, на все про все ушло минут 15, вот, и, в общем, достаточно быстро, все дружелюбно, френдли и все хорошо. Вот, сейчас поеду на осмотр машины и, если мне разрешат, даже сделаю подсъемку того, как это происходит. Ну, не думаю, что здесь будут какие-то большие проблемы. В общем, в любом случае, после того, как я пройду осмотр, видео коротенькое запишу. В общем, прошел я площадку, все произошло очень быстро, что я даже испугаться не успел. Ну, то есть, там некогда было съемки делать. Пригласил инспектор, подъезжайте, две фотографии спереди-сзади, проверка кнопки эры ГЛОНАСС, работает, не работает. Подняли, этот, капот, посмотрели номера, сверили. В общем, все очень быстро, буквально, там, 3-4 минуты. Потом, 2 минуты поставили вот эти вот штампики и все, и говорят, шуруй дальше к инспектору. В общем, пойду к инспектору и после того, как это все дело пройдет, ну, тоже запишу коротенькое видео. Ну, что, вот и закончились мои развлечения и приключения. Вот номера у меня в руках. И буквально вот скоро я эти номера поставлю и на этих номерах уже буду кататься. То есть, поставил я машину на учет, не без приключений. В общем, удивительным образом мне припаяли штраф в полторы тысячи рублей за то, что я в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора не поставил машину на учет. Но, как вы понимаете, без таможни, там, без вот этих всех припон с таможней поставить машину на учет вовремя, ну, вот, не представлялось возможным. Была одна лазеечка, можно было просто кататься на транзитных номерах в течение 70 дней. Но я предпочел все-таки заплатить эти полторы тысячи рублей, бог с ними, вот, и быстрее с этим всем делом разобраться. Так что, вот номера у меня в руках, СТС-ка у меня в кармане. В общем, все встало на учет. Каких-то особых проблем тоже, ну, я не сказал бы, чтобы были. Единственный момент, что в Беларуси вам будут давать два договора купли-продажи. Надо сделать три, потому что один заберут в ГИБДД, один останется у вас, один останется в Беларуси. И еще один момент, что обязательно в договоре купли-продажи надо указывать цену по курсу ЦБ. Ну, вы сами видели, как все это происходило. В общем, давайте я подобью косты, хвосты, да, там, и подведу некие итоги. В общем, машина в Беларуси мне обошлась в 1 миллион 20 тысяч рублей, и сопутствующими всякими расходами у меня вышло примерно 40 тысяч. Значит, на что ушли эти расходы? Ну, во-первых, надо было до Минска добраться, в Минске надо было как-то передвигаться, по Минску, значит, я не железный, надо было что-то там покушать, туда-сюда. Да, вот на такие всякие бытовые расходы у меня ушло 12, примерно 13 тысяч рублей. На билеты 3 тысячи, на поездки по городу порядка полутора тысяч, значит, на связь 2 тысячи. Я не стал покупать местную белорусскую симку, я, в общем, решил на своей российской просто подключиться к роумингу. Вроде бы братская страна, а 350 рублей в день уходит на всякие интернеты, ну и так далее. То есть, вот вторая категория расходов была связана с тем, что вот ты от этого не можешь уйти, потому что надо купить страховку по Беларуси, надо купить страховку для выезда в Россию, так называемую грин-карту. В общей сложности там выходит в районе полутора тысяч рублей, и плюс я еще захотел поднять машину на подъемнике, чтобы посмотреть, ну, ее состояние, чтобы подключились к бортовому компьютеру, чтобы, ну, просто разобраться, в каком состоянии находится машина. И вот на это вот все у меня ушло 4 тысячи рублей. Вот. Ну и когда я приехал в Россию, здесь уже начались свои приключения. Во-первых, электронный ПТС, оформление ПТС-ки мне обошлось 8 тысяч рублей, потому что ПТС-ки делают подрядные организации, и, ну, и сама история с поиском подрядной организации, и сама вся история, вот она и длинная была по времени, и затратная была по деньгам. Значит, второе, на что я потратился, это на оплату утильсбора на таможню. Значит, утильсбор стоит 5 тысяч 200 рублей. Следующее, что еще надо было сделать, это оплатить техническую экспертизу. Техническая экспертиза оплачивается для того, чтобы таможня могла провести вот этот утилизационный сбор. Техэкспертиза стоит недорого, там, 2,5 тысячи рублей, это не страшно. Следующий момент – это ОСАГО. То есть, после того, как вы прошли таможню, перед тем, как ехать в ГИБДД, надо обязательно пройти, получить страховку. Вот, и здесь у меня была своя история. То есть, я заехал к страховщикам, они округлили глаза, сделали глаза по 5 копеек, и говорят, мол, а как нам машину-то ставить? Посчитали мне, сперва, как белорусу, как будто я на белорусских номерах, вышла какая-то астрономическая сумма в районе 7 тысяч рублей. Вот, я этому очень сильно удивился, потому что у меня все коэффициенты, стаж безаварийной езды, в общем, куча-куча всего. И вот, для примера, у меня страховка на кроссовер обходится в 4 900. Вот, а здесь мне хэтчбэк насчитали на почти 7 тысяч. Вот, но, в общем, пытался я объяснить ситуацию, они там собрали консилиум, выяснили, что у меня есть недействующий электронный ПТС, потому что пока утильсбор не проведен, электронный ПТС находится в статусе недействующий. Вот, и, в общем, по вот этому ПТСу мне пересчитали все, и получилось 4 800. Вот, ну, потом я еще заплатил госпошину, когда приехал в ГИБДД, там копейки 500 рублей, вот, ну, плюс там еще взяли комиссию за то, что по живой очереди его там вот на месте, в общем, все это оплачивать. Ну, это тоже не страшно. И в самый последний момент, когда я уже подавал заявление, мне говорят, гражданин, а вот вы совершили административное правонарушение, не в течение 10 дней не поставили машину на учет, и, в общем, будьте любезны оплатить полторы тысячи рублей. Я этому удивился, тоже говорю, ребят, ну, как же так, здесь-то я при чем? Вот у нас были государственные праздники, и я их придумал 10 дней, ничего не работало. После того, как мне сделали ПТС-ку, я сразу же поехал на таможню. У таможни по регламенту 30 рабочих дней. Вот, как мне в такой ситуации быть? Они говорят, ну, либо плати, либо оформляй доверенность на кого-нибудь, чтобы они пришли, вот, либо катайся еще 70 дней, пока не выйдет срок исковой давности. Вот, но я прикинул все за и против и понял, что вот эти вот полторы тысячи, это не такая уж и большая сумма, за которую можно там с ними бодаться, оспаривать и так далее. Думаю, ладно, бог с ними. Вот. И, в общем, грубо говоря, на круг у меня получилось 1 миллион 20 тысяч машина и примерно 40 тысяч на все вот эти вот расходы. То есть, 1 миллион 60 тысяч. Недавно на канале автоблогера одного российского вышел обзор, где он подбирает Kia Rio по цене 1 миллион 99 тысяч. Я думаю, что Кирилл разместит ссылку на это видео и вы просто посмотрите, вот, за тот же бюджет того же года, по идее, в таком же состоянии должна быть машина, но как она выглядит у того человека, который собирается ее там покупать. Вот. Друзья, если вам данный формат был интересен, огромная просьба поставить лайкос, если вы не подписаны, подписаться. Пишите под видео в комментариях, какие темы вам было бы интересно осветить. Ну и также нужно будет правильно сказать, что Кирилл, он приобретал автомобиль уже с кнопкой GLONASS. Если вы приобретаете автомобиль не производства РФ, например, то кнопку GLONASS вам надо будет также доустановить в РФ, чтобы поставить автомобиль на учет. На этом все. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Продолжение следует...